Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Будут убирать город или нет? Администрация дала нашему телеканалу официальный ответ. Парковые скульптуры, как горожане относятся к уже существующим и новым арт-объектам. Итоги года подвели в радиоуниверситете. Неубранный город. Так ли это на самом деле? Рязанцев волнует вопрос, кто занимается уборкой города от снега и занимается ли вообще. Администрация дала официальный ответ. У нас ежедневно в зависимости от интенсивности и погодных условий задействовано от 70 до 96 единиц специализированной техники. Кроме того, в случае, если у нас проходят активные снегопады, то мы привлекаем еще специализированные организации в рамках договоров, которые заключает у нас дирекция благоустройства города. Определенный полигон, куда весь убранный снег вывозят это место в районе Хамбушево. Туда же везут и снег, убранный с дворовых территорий. Игорь Ковалев рассказал, что уборка таких зон – ответственность управляющих компаний или ТСЖ. Это их обязанность в рамках требований по содержанию общедомового имущества. Рассказали и про новинки – снегоплавильные машины. В городе пока мы это не используем. В следующий осенне-зимний период у нас будут организованы места, где мы обеспечим прием и, соответственно, плавление снега. Для этого есть специализированная техника, специализированное оборудование. Поэтому на следующий год мы обеспечим уже вывоз и утилизацию снега с учетом этого специализированного оборудования. Разъяснили вопросы и по уборке автодорог в период снегопада. Должна ли дирекция благоустройства города ждать его окончания, чтобы начать работу или нет? Игорь Ковалев рассказал, что в период снегопада основные силы направляются на обеспечение нормального движения транспорта. Больше всего усилий на очистку наиболее загруженных участков дорог. Потом остальные. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Маникюр внушительных масштабов. В скульптуре медведя в лесопарке подпилили когти. Новость об этом вмиг облетела все социальные сети. Напомню, арт-объект установили в начале декабря. Родители начали жаловаться на то, что у медведя слишком острые когти. Чем закончится медвежья история, выяснила Дина Исляева. Играть в шахматы пока не может. Гуляющие в лесопарке заметили, что у медведя подпилены когти. Потап Рязаныч, казалось бы, лишился важной части лапы, но менее опасным не стал. Маленький ребенок может легко засунуть палец в коготь, который, как выяснилось, внутри пустой. Лапы останутся без изменений, а вот эта часть когтей, которая непосредственно беспокоит наших родителей, непосредственно претерпит изменения. То есть будут специальным архитекторам, которые занимались этой скульптурой, то есть будет предложено другое решение, ибо безопасить непосредственно наших маленьких посетителей. Работы в проекте, а между тем уже 20 декабря откроется новогодняя деревня, и в лесопарке будет большой наплыв посетителей. Рязанским памятникам вообще часто не везет. В ноябре украли леденец с памятника леденцу. Его пришлось восстанавливать. Парковая скульптура «Грибы с глазами» была задумана как арт-объект с лавочкой. Лавочку давно использовали для того, чтобы подняться и потереть нос грибу. Скульпторы Василий и Полина Горбуновы не против. Там и легенды вокруг уже, что кого тереть без здоровья, у кого к деньгам, так что все там живет своей жизнью. Скульптуру вообще ее надо брать в руки, особенно если она маленькая, трогать руками, крутить в руках, смотреть со всех сторон, потому что это объект трехмерный. И такое тактильное восприятие положительно воспринимается. Немало претензий было и к благоустройству Лыбецкого бульвара. Расположение скульптур называли хаотичным. К тому же городские чиновники так и не вернули на место пуделя, стоявшего на портере у цирка. Во время ремонта украли фрагмент конструкции фонтана Лоси. Полиция найти злоумышленника не смогла, подрядчик устанавливал все за свой счет. И хотя не раз говорилось, что реконструкция бульвара еще не окончена, рязанцы к нему уже привыкли. Хорошо, нравится все, красиво. Вот тут животные, слоны всякие. Да неплохо вообще-то, хорошо. Мне нравится. Помните, что здесь было до того и вот то, что сейчас? Никакое сравнение даже близко. Сейчас отлично. К праздникам в лесопарке установили арт-объекты, новогодние деревья. Залезть на светящиеся фигуры нельзя, пораниться тоже сложно. А значит, их ждет более радостная судьба, чем медведя Потапа Рязаныча. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новым прокурором региона стал Иван Панченко. Его кандидатуру одобрили парламентарии на заседание областной думы 19 декабря. Иван Панченко служит в прокуратуре с 1992 года. Ранее он занимал должность прокурором Воронежской области. Мир знаний. В Рязани открылся региональный центр президентской библиотеки. Теперь читатели смогут получить доступ более чем к 600 единицам хранения электронных документов. Президентская библиотека стала лишь частью большого библиотечно-информационного комплекса, который расположен на третьем этаже библиотеки имени Горького. Мы побывали там. Подробности далее. На этих полках хранится мудрость веков. В библиотеке имени Горького порядка 1 миллиона 200 единиц хранения. Теперь список пополнился еще на 650 тысяч за счет электронных фондов президентской библиотеки. Посмотреть их может любой желающий. В основном это книги по истории России, русскому языку и народностях, живущих на территории страны. Для того, чтобы посмотреть те документы, которые недоступны на портале, которые охраняются авторским правом, нужно прийти в региональный центр или любой читальный зал. Нужно прийти с паспортом, зарегистрироваться, и тогда вы получаете доступ ко всем документам. Те документы, которые находятся в общем доступе, можно посмотреть со своих гаджетов или компьютера. Рядом расположен сектор оцифровки документов. Он тоже появился в рамках создания библиотечно-информационного комплекса. И оборудование для него было приобретено по программе информационного общества. Сканер «Эларм» – отечественная разработка. С его помощью происходит оцифровка больших форматов, таких как А1. Более того, здесь стоит программное обеспечение, благодаря которому редактировать отсканированный документ можно прямо на месте. Это значительно экономит время. Сейчас в день оцифровывают порядка 300 документов. Раньше, по словам сотрудников, было вдвое меньше. В данный момент у нас оцифровывается газета «Сталинское знамя» за 1942 год на новом планетарном сканере формата А1, который позволяет сканировать документы такого формата, как эта районная газета. Теперь у нас появилась возможность оцифровывать районные газеты, которые представлены в нашем фонде в огромном количестве. И сделать более доступными в электронном виде на сайте нашей библиотеки. Помимо всего прочего, здесь расположен мультимедийный зал, где уже была проведена лекция в формате видеоконференции, к которой присоединились порядка тысячи человек со всего мира. Центр «Мир и я» с отделом литературы на иностранных языках и комнаты для занятий языками. И современный актовый зал «Горьковский». Именно здесь планируется проведение конференций и концертов, а также трансляция кинофильмов и спектаклей ведущих театров Москвы. Все это вместе создает вот это современное пространство библиотеки, где не только читают книги, но и изучают языки, общаются, реализуют свой творческий потенциал, приходят на лекции ученых, берут книги для чтения, предлагают какие-то свои новые идеи для реализации. Информационно-библиотечный комплекс строился несколько лет. На это были выделены средства из регионального бюджета и резервного фонда президента. Общая стоимость проекта составила чуть больше 46 миллионов рублей. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Итоги года подвели в Рязанском государственном радиотехническом университете. Лучшим студентам и преподавателям вручили памятные награды. На торжественном мероприятии побывала Галина Кудряшова. Знаком лучший студент Рязанского государственного радиотехнического университета наградили 50 человек. На сцене те, кто проявил себя в спорте, искусстве, обучении, науке. Павел Власов – студент четвертого курса факультета вычислительной техники. В его зачетке все это время одни пятерки. С подросткового возраста, класса седьмого, обожал математику и все, что с ней связано. Не испытывал никогда с этим проблем. Высшая математика, 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 алгебра, геометрия. Вот к этому лежит у меня душа и сердце. 48 направлений подготовки, которые прошли аккредитацию в этом году. Более 6 тысяч студентов, из них почти 2 тысячи получают стипендии. В Рязанском государственном радиотехническом университете подвели итоги 2018 года. Наш ВОЗ является лидирующей организацией в области по количеству патентов на изобретения и на полезные модели. Более того, это организация, которая формирует инновационный климат в Рязанском регионе. В этом году оценка, которая была проведена на всероссийском уровне, поставила наш ВОЗ на второе место. В РГРТУ особое внимание уделяют подготовке по-настоящему востребованных специалистов. Сейчас более 1200 студентов обучаются в ВОЗе в рамках целевого направления от лучших предприятий региона. Список партнеров очень большой. Среди них завод «Красное знамя». В этом году мы совместными усилиями, благодаря ВОЗу, открыли новую базовую кафедру технологии инерциальных датчиков и систем летательных аппаратов. Поэтому, я думаю, вот наглядный пример того, как образование, соответственно, учитывая нужды предприятия, готовит конкретных специалистов данной профессии. Оттачивать полученные навыки на практике студенты начинают с первых курсов. Для этого на базе РГРТУ действует сразу несколько кружков технического творчества. Уникальные изобретения студентов уже используют при проведении игр клуба интеллектуальных игр. Электронная система, которая позволяет максимально точно определить последовательность и время нажатия на кнопку каждого из игроков. При этом световой и звуковой сигнал специально сделаны кнопкой, чтобы не просто правильно проводить интеллектуальные игры, максимально точно определять, но и зрелищно красиво. Стоит отметить, что на базе вуза действует более 20 объединений разного профиля, найти себя в котором может каждый желающий. Так, новогоднюю благотворительную акцию в холле Дворца молодежи организовали активисты детского звездного отряда. На выручные средства они приобретут подарки для школ-интернатов и детских домов. А за развлекательную программу отвечал педагогический отряд РГРТУ «Кислород». Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Освещению темы межнационального общения и единства общества был посвящен обучающий семинар «Лучшие практики СМИ». В нем приняли участие журналисты и общественники. 70 человек со всего региона обсудили пути решения самых насущных проблем. Подробности далее. Россия – страна многонациональная, где проживает более 190 народностей. На протяжении многих веков все эти народы жили в мире согласия и уважения. Главная задача этот мир – сохранить мировая история последних лет. Показывает, насколько этот мир может быть хрупким. И здесь не последнюю роль играет именно медиа-сообщество. Более 70 человек из разных редакций региона собрались для того, чтобы обменяться опытом и выстроить планы на будущее. Тема очень сложная, деликатная. Очень мало журналистов, которые глубоко сидят в этой теме. Поэтому рассказать о том, как именно подавать вопросы межнациональных отношений, вопросы межконфессиональных отношений – этому надо учиться. При этом и федеральное, и региональное правительство уделяют теме укрепления межнационального сознания серьезное внимание. В 2018 году государством было выделено 500 миллионов рублей по системе грантов на поддержку СМИ, работающих по данной тематике. Кроме того, для самих СМИ крайне важно объективно освещать все, что происходит в стране. А это невозможно без работы с национальными диаспорами. Большие форматы, в том числе в телевизионных программах и радиопрограммах, посвященные национальному вопросу, имеют высокий рейтинг. Нерейтинговость таких программ – это миф. Заинтересованность аудитории есть, но за них боятся браться. Боятся браться именно из-за этого, из-за того, что тема деликатная, очень легко, неосторожным словом, обидеть человека. Для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, по словам Ольги Чуляевой, существует возможность в ближайшем будущем на региональном уровне усилить господдержку СМИ, которые работают над укреплением межнационального сознания. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 19 декабря православные верующие вспоминают одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца. Праздник еще называют Никола Зимний. Святитель Николай Мерликийских Чудотворец совершал чудеса при жизни. И сейчас к раке с его мощами, которые находятся в городе Барри, приезжает множество паломников со всего мира. И что удивительно – разных религий. Некоторые считают святого прообразом Деда Мороза или Санта Клауса. Связано это с тем, что во время жизни святой тайно чаще всего ночью оставлял подарки нуждающимся. Лучшие предприниматели региона встретились на торжественном приеме. Им вручили дипломы 14-го регионального конкурса «Доверие потребителей». Участие приняли более 100 бизнесменов. Поздравить их с высоким качеством сервиса и продукции собрались представители администрации и правительства. Подробности далее. Лучшей сетью магазинов, реализующей профессиональные товары для парикмахеров, стала сеть «Индустрия красоты». Диплом, подтверждающий высокое качество продукции и великолепный сервис, вручили в рамках 14-го регионального конкурса «Доверие потребителей». Я очень рада, но это не только моя заслуга, а заслуга всей нашей профессиональной команды, которые со мной работают уже более 15 лет. «Индустрия красоты» – это сеть магазинов профессиональной косметики, инструментов, оборудования и расходных материалов. Здесь приобретают товары не только салоны красоты, но и жители нашего города, которые хотят выглядеть ухоженно и модно. Стоит отметить, что у магазина есть служба доставки в любую точку города и области. Высокое качество обслуживания уже отметили клиенты. На конкурсе «Доверие потребителей» сеть магазинов стала лидером народного голосования. Сеть динамично развивается. В Рязани работает уже 4 магазина. 26 декабря будет у нас открытие нашего очередного магазина – торговом центре «Олимпийский». Всех приглашаем, будут акции, скидки, подарки. Приходите. Сеть магазинов для парикмахеров «Индустрия красоты» является официальным дистрибьютором Паризанской области ведущих мировых брендов. Особенно хочется выделить российский бренд «Оллин Профэшнл», который предоставляет полный спектр профессиональных продуктов для успешной работы стилистов-парикмахеров. Отличается современным подходом и непревзойденным качеством продукции. Сеть магазинов «Индустрия красоты» помогает мастерам следить за модными тенденциями и повышать квалификацию. Для этого регулярно организуются мастер-классы от ведущих специалистов России и мастеров международного уровня. А в планах у «Индустрии красоты» – открытие собственной обучающей студии. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Лучшим поселком для загородной жизни стал коттеджный поселок «Караси». Диплом, подтверждающий высокое качество и современный подход к строительству, вручили в рамках 14-го регионального конкурса «Доверие потребителей». Было неожиданно. Очень благодарен своим потребителям за то, что они выбрали наш коттеджный поселок. Буду в дальнейшем работать над лояльностью к клиентам, к своим. Каждого потребителя своего знаю в лицо. Мы уже друзья. Обменимся телефоном, общаемся с частью. То есть это определенное уже сообщество людей. В коттеджном поселке «Караси» построить дом можно как по типовому проекту, так и по индивидуальному, воплотив в строительстве заветную мечту. Каждому домовладению присваивается адрес, поэтому его можно использовать и как место для загородного отдыха, и как второй дом. Проект застройки предусматривает все коммуникации и необходимую инфраструктуру. Коттеджный поселок «Караси» раскинулся на территории в 120 гектар, третий из которых – рукотворный природный парк. Отличие черта нашего поселка – это парковые зоны, пруды, водоемы, которые искусственной родниковой водой наполняются. То есть самая фишка в том, что человек имеет возможность непосредственно в свой участок попасть на водоем в прямом доступе. Коттеджный поселок «Караси» отличается удобным расположением. Он находится всего в 14 километрах от города, в селе Глебово. Это экологически чистый район. Рядом вековые сосны и речки Листвянка и Березовка. Дорога до города занимает не более 15 минут и всегда свободна от пробок. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Искусство, остановившегося мгновение и память на долгие годы. Сделать стильные новогодние фотографии и погрузиться в атмосферу предстоящих праздников можно в Санни-студио. Пять новогодних локаций и более десяти тематических помогут реализовать любую идею. А богатая коллекция костюмов и аксессуаров смогут создать полноценный образ. В Рязани открылась Санни-студия. Она расположена на Славянском проспекте, дом 3. Интерьеры вдохновят даже самых взыскательных гостей, ведь они созданы с любовью и большим вкусом. Желающих сделать атмосферные фотографии ждут пять неповторимых новогодних локаций, каждая из которых отличается размахом и продуманностью деталей. Крыльячка в деревенском стиле поможет создать теплые, уютные зимние фотографии, как в гостях у любимой бабушки или в загородном доме. Прекрасное дворянское крыльцо подойдет для фэшн-съемок и фотографий в роскошных нарядах. Детям особенно понравится побывать в гостях у Эльзы, где их ждет снеговик-непоседа Олаф и ледяной трон, а также познакомиться с очаровательными кроликами. Дополнит картина локации с уютным камином и стильными елками в синих и фиолетовых тонах. Санни-студио – это огромное количество локаций в одном месте, что позволяет воплотить самые смелые идеи, не тратя времени на переезды, а значит создать разнообразное красочное портфолио и примерить множество образов. Помимо новогодних интерьеров, гостей ждут более десяти тематических зон. Нежные розовые тона для воздушных невест, двуспальная кровать для чувственных образов, каменные стены и кожаные диваны для настоящих мужчин, а также роскошный интерьер в стиле стимпанк, богатые черно-золотые тона, современная кухня для легких утренних образов или страстных фотосессий с любимым. Санни-студио – это модные локации, современный дизайн и качественное оборудование. Декорации обновляются каждый сезон и к памятным датам. Ко дню всех влюбленных, Дню Победы, Первому Сентября, Хэллоуину и многим другим. Хотите дополнить образ стильными аксессуарами или тематическим нарядом? В Санни-студио огромная гардеробная, платья и костюмы для взрослых и детей, модные, современные и исторические модели. Также в Санни-студио вам помогут провести фотосессию под ключ. В команде есть стилист, который подберет прекрасный образ для съемок, сделает прическу и макияж, а штатный фотограф создаст живые и насыщенные кадры. Стоит отметить, что в распоряжении фотографа большой выбор освещения – несколько софтбоксов, направленный свет и рампа. Также студия оборудована полноценными туалетными комнатами с душевыми кабинами. В Санни-студио можно воплотить в жизнь любые задумки. Она находится по адресу Славянский проспект, дом 3. Бронирование по телефону 8900-910-02-28. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте. Город62.tv в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин